Привет! Предыдущий ролик был очень тепло принят, поэтому чуть напрягся и сделал еще один уже через неделю. Два года назад я раскрывал тему строительства собственного антирейдома, где рассказал о некоторых правилах планировки. Он тоже вам очень понравился, да и до сих пор остается актуальным, но я считаю, что за ним должен был идти другой видос об ошибках в планировках. Собираю я эти ошибки уже довольно давно и вот настало время объединить их все вместе и разжевать на примерах. Ну и начну я вот с этой конструкции, которую мне за этот месяц скинули раз наверно сорок. Мой тезис таков, это недоделанное бесполезное говнище и сейчас расскажу почему. Всех любителей ммошек и рпгшек, просьба подавимся к монитору, ведь я расскажу о довольно новой игре Dragonstone Fantasy. По названию уже понятно, что этот драконий фэнтези мир со всеми вытекающими. Игрушка уже прошла по рынкам Азии и Европы, а теперь готова завлекать русских игроков. Из особенностей, помимо возможности прокачки и превращения в гигантских светящихся драконов, хочется выделить относительную простоту игры для такого жанра. Здесь не придется фармить ресурсы ночами и тратить кучу денег на то, чтобы прокачивать скилы и добывать ресурсы. По графике и анимациям видно, что проект очень качественный, а по отзывам в плеймаркете можно в этом легко убедиться. Спойлер, среди семи уникальных драконов есть даже женская версия. Мы же все понимаем, как надо играть в игры, где есть полуголые эльфики. Лето стремительно мчится, так что уже пора готовить пакет игрушек для залипания на парах. Дракончики уже в отдельной папочке на телефончике. И только попробуйте занять мой ник. Ну а перед тем как разбираться собственно с драконами, надо бы рассказать что не так со шкафом. Суть конструкции очень проста, мы ломаем шкаф, а лут выпадает за люк. Но вот логического объяснения использования этой конструкции я не вижу. Давайте сравним такой шкаф с самым обычным шкафом за дверью. Строим мини табличку и считаем плюсы. Защищенность билды. Шкаф за дверью можно сломать только после того, как сломаем саму дверь. Шкаф под люком можем сломать сразу. Защищенность лута. Оба шкафа можно залутать, потратив только 4 сачели. Необходимость в блюпринтах. Дверь изучена по дефолту, а вот треугольный люк придется искать. Ну и обнаружение. Понять где находится шкаф в первом случае можно будет только сломав дверь, во втором же его видно сразу. Таким образом мы убеждаемся, что конструкция требует конкретных доработок. Доработка тут довольно простая и я уже ее показывал. Просто поднимаем доступ к шкафу на пол стены и закрываем потолком. Впереди можно поставить либо окно, либо маленькую стенку. Единственный момент, потолок нужно обязательно грейдить как минимум в металл, иначе выколупают. С поднятием пола появляется вторая частая проблема строительства, разноуровневая стен. Сравните два дома, они одинаковые как внутри, так и снаружи, но на первый без лестницы не подняться, а вот второй так и просит это сделать. Таким образом выявляем простейшее правило. Если в доме есть внешние половинные стены, они не должны находиться на разных уровнях. Не отходя далеко от кассы, стоит напомнить про вот этот момент. Две улучшенные половинные стены ни при каких условиях не должны стоять друг над другом. Года два-три назад я и сам часто допускал эту ошибку, тратя лишние ресурсы на строительство просто так. Избежать такую ситуацию можно при помощи временных пристроек из соломы. Касаемо временности, моментик для тех, кто терпеть не любит все бункеры и антирейт системы в целом. Предлагаю вам пересмотреть свое мнение на эти конструкции, когда вы начнете строить времянку. Да, я понимаю, что не каждому нравится жить в тесных или сложных домах, но в начале развития так или иначе приходится мириться с теснотой. Так почему бы не добавить в свои времянки минимальные усложнения, чтобы их нельзя было вынести за 120 разрывных? Вот вам пару примеров таких улучшенных времянок. Стоят копейки, строятся очень просто, а по факту неплохо защищают. Теперь я обращусь к тем, кто наоборот очень любит усложнять и просто заваливает меня суперпрофессиональными и оригинальными идеями для домов. Вот очень частый пример видео, который я получаю в группу. Казалось бы, офигенный баг, удобно же. Вот только багу этому лет больше, чем некоторым зрителям, и он не работает на любом сервере с античитом. Когда вы проверяете дом или баг на сэндбокс сервере, не забывайте, что там установлен плюшевый античит, который позволяет проталкивать себя хоть в скалы, хоть под землю. Все эти баги не будут работать на игровом сервере, стоит это знать. На замену могу предложить разве что вот такой вот буфер с тремя дверьми. Устроен он простейшим образом и работает на всех серверах. Открываем дверь и проталкиваемся в дом. Ну и построить его тоже довольно просто. Вообще проверяйте все свои постройки рейдом, всегда. Потому что таких моментов, как я показал в прошлый раз, правда очень много. Вот например человек скидывает какую-то конструкцию. У меня может уже глаз конечно набитый, но я сразу понимаю, что работать она не будет. Но что мешало попробовать и проверить, а можно ли залутать сундуки сломав их? Я уже даже не говорю о том, что между бортиком и крышей можно спокойно пролезть. Это дело последнее. Еще один баг, который не работает на большинстве серверов, но я получаю его стабильно раз в неделю. Двойные шкафы на одной плоскости. Да, я не спорю, что можно изловчиться и поставить два шкафа в одном доме, но это делается не так просто. Вот же что случается на самом деле на рабочем сервере. Давай теперь покажу сложный вариант строительства дополнительного шкафа. Здесь предусмотрена возможность отсоединить этот шкаф и возвращать на место главный при нужде. А также сам по себе этот шкаф довольно неплохо защищен, при этом доступ к нему не теряется. Продолжение следует... Продолжение следует... Один из самых частых косяков в сложных планировках — гантрапы. Здесь нужно быть внимательным не только к тому, с какой стороны пойдёт рейдер и в какой момент он сможет обнаружить гантрап, но и сверять местоположение гантрапов с местоположением шкафа. Стоит обратить внимание на то, что каждый гантрап, который стоит дальше чем шкаф, является вашим врагом, а не союзником. После того как рейдер сломает шкаф или авторизуется в нём, эти гантрапы станут убивать владельцев дома. И именно поэтому стоит во время рейда следить за состоянием шкафа, ведь как только его поломают, нужно провернуть в голове местоположение всех ловушек, которые теперь работают против тебя. Конечно, это относится не только к фреймам, но и к стёклам. Ведь если выбить шкаф, то все эти лабиринты из окон проходятся с киянкой на ура без затрат. Так что при использовании окон вместо дверей наибольшее внимание нужно уделить защите шкафа, ну либо же установке дополнительных, о чём я уже рассказал. Помимо нелогичных решений, в РАСТ есть и банально устаревшие. Одно из таких — нычка в крайней буферке. Мало того, что сейчас уже почти нет серверов с ограниченным ремоумом своих построек, так ещё и рейдеры куда чаще проходятся по буферкам соломой в поисках нычки. Так что если вдруг всё же решите прятать какой-то лут в буферке, не используйте половинчатые стены. Ещё один момент, который я бы хотел затронуть в этом ролике — это не столько ошибка, а скорее упущенная возможность. Все гонятся за идеальными планировками, где будет не к чему прикопаться, но из-за этого забывается такая полезная вещь, как фейки. Что я подразумеваю под фейками? Ну вот банальный пример. Стоит МВК стена с явным бункером. Любой рейдер обрадуется этой находкой, ведь очевидно, что именно там и лежит основной лут. Да вот только это никакой не бункер, а обычная фейковая стена с пустым сундуком внутри. Точно так же можно делать и фейковые лутовые за стеклом, ставить МВК-дверь в тупике и так далее. Очень важная ошибка в планировке — это кучкование спаун-поинтов. Довольно часто в доме место спауна двух тиммейтов находится на соседних кроватях. Это удобно, учитывая, что в квадрат аккурат помещаются именно две кровати, но я считаю это ошибкой, ведь по уму нужно разносить все спальники и кровати как можно дальше друг от друга, чтобы во время онлайн рейда до последнего иметь шанс заспавниться на базе, хотя бы одному из вас. Следующий момент тоже вряд ли можно назвать ошибкой, но тем не менее, многие базы абсолютно никак не защищены от пролаза на крышу. Какое-то время в Расте были модны так называемые юбки или грибки, используемые для того, чтобы на дом нельзя было просто так залезть. Так вот эти самые юбки можно строить и до сих пор. Мы ставим слой треугольников, улучшаем ближние к дому и заставляем все баррикадами, а также ломаем оставшуюся солому. Такая конструкция стоит не так уж и много относительно огромных клановых баз, однако не даст каждому встречному залезть на крышу базы. Еще одна вещь, на которой можно легко потерять лут – это крыши. На зарубежном ютубе есть такое расхожее правило, что пологие крыши можно использовать только тогда, когда ты точно знаешь, что делаешь. Так вот одна из проблем таких крыш – это стык со стеной. Каждый может выдолбить этот стык при помощи соломы. Чтобы избежать этого, улучшайте стены около крыш в металл. Я уже рассказывал, что стоимость содержания дома растет нелинейно. Так, 200 стройблоков в одной базе будут потреблять больше камня, чем те же 200 стройблоков в двух разных базах. Это говорит о том, что чем больше ваш дом по количеству строительных блоков, тем менее эффективен он по содержанию. Так, отдельно стоящий квадрат из МВК будет потреблять значительно меньше МВК, чем укутанный несколькими слоями камня. Самый простой способ испытать минимум проблем с ресурсами при строительстве – использование различных материалов одновременно. Добыть 25 тысяч металла куда сложнее, чем 25 тысяч камня и 12 тысяч металла, спорить с этим никто не будет. Но как же распределить ресурсы так, чтобы дом оставался защищенным? Этим я занимался на протяжении долгих месяцев и правила на самом деле довольно просты. Для начала – полы. Самый эффективный способ улучшения ровного пола – это шахматный порядок. В этом случае пол улучшается на 50% в металл и на 50% в камень. Но стоимость строительства дома под фундамент практически не изменяется. Дальше у нас идут стены, окна и двери. Здесь всё довольно логично рассчитывается – чем сильнее дверь или окно, тем сильнее должен быть дверной проём или фрейм. Ну и соответственно это правило работает наоборот. Так что если у вас в доме 30 гаражек, не нужно улучшать 30 фреймов металл, вы просто потратите ресурсы. При этом я не говорю, что абсолютно все фреймы нужно оставлять в камне. Бывают исключения, например когда важна стабильность. По буферкам всё ещё проще. В камень я рекомендую грейдить только самые внешние буферки. Всё остальное стоит улучшать в металл или мвк. Но не стоит грейдить в мвк внешние стены – это плохая идея, откуда ни посмотри. Во-первых, это палит, что вы богатенький буратино. Во-вторых, даёт рейдеру наметочку в сторону главного лута. Ну а в-третьих, привлекает постороннее внимание к дому. А вот экономить на потолках я не рекомендую вообще никому. Все потолки в доме, кроме потолков внешних буферок, должны быть в металле или в мвк. Это копеечное дело, но оно очень сильно усложняет переход рейдера с этажа на этаж. Особое внимание стоит уделить отстрелочному этажу, если он есть. Нет ни единой причины улучшать его в металлу, даже если вы любите позбивать вертолёты. Вывод на самом деле прост. На серверах не должно быть домов, состоящих из одного единственного материала. Это дорого, неоправданно дорого. Теперь немного затрону тему сплэша. К сплэшу относятся очень неосторожно во время строительства, ограничиваясь пониманием того, что ракеты сносят 4 стены разом. Однако это отнюдь не так. Но вот в чём прикол, в зависимости от того, насколько ровны и стены у вашего дома, меняется и сплэш по ним. Вот вам сравнение трёх вариантов стен с указанием урона за 4 ракеты. Сравнивайте, думайте и пользуйтесь. Ну ладно, со стенами понятно, но что по поводу потолков. А вот тут есть одна очень интересная деталь, я просто покажу её, а вы передумайте пренебрегать волнорезами. Что такое волнорезы, объясню чуть попозже, если кто не знает. Так, что же такое волнорезы? По сути, это обычные бортики на крыше дома, в основном металлические. Они почти не влияют на цену строительства дома, однако оказывают огромное влияние на стоимость его рейда. Давайте сравним рейд с крыши без волнорезов и с ними. Ну и конечно же это работает и на дверях, только в данном случае вместо волнорезов используются обычные фреймы. Теперь небольшой момент касаемо рейдов буром. Если нет возможности спрятать куда-либо стол починки, то не стоит этого так бояться. Дело в том, что при перезарядке верстаком бур способен нанести около 400 урона, спустя примерно 40 заправок. А вот на стоя для починки, бур мало того, что требует МВК и металл, так ещё и хватает его всего на 100 урона. Таким образом, бояться оставлять стол починки около бункера стоит не так сильно, как верстак. Хотя лучше так, конечно, не делать. Пару слов про новый бункер с лестницами. Сначала давайте покажу, о чём идёт речь. Мы ставим три лестницы так, чтобы они замыкали треугольный потолок. Потом для открытия бункера просто ставим солому. Ну а чтобы закрыть, сломаем её. Эта тема сначала подвергалась куче сомнений, потому что можно было поставить треугольный фрейм даже без билды. Потом придумали ставить внутрь спальник, дабы нельзя было поставить фрейм. Ну и на данный момент бункер вроде бы как работает. Но я бы такой строить всё равно не рекомендовал. Во-первых, он слишком большой для защиты в один стройблок. А во-вторых, скорее всего, вскоре найдётся способ обхода этого бункера. В чём я почти не сомневаюсь. Так что тут от меня рекомендусьёна не будет. Лучше воспользуйтесь более простым бункером с лестницами. Например вот этот, который я уже пару раз показывал. Обхода для него я пока не встречал, а строится он куда проще и дешевле. Ещё одна довольно частая ошибка в строительстве – перебор с дверьми. Абсолютно точно гаражные двери удобно использовать даже когда их много. Однако не стоит забывать про их немалую цену, в том числе на содержание. Если в вашей базе 40-50 гаражных дверей, значит вы что-то делаете не так. Ну и последнее, что я хочу сегодня затронуть – это размещение дверей. Я не буду говорить про то, что двери должны друг друга блокировать и так далее. Хотел бы немного рассказать про круглые базы. Я уже показал слабость вот такой планировки против ракет. Но что же делать, чтобы ракеты так сильно её не рушили? На самом деле всё довольно просто. Нужно лишь сократить количество лутовых и отнести их дальше друг от друга. В этом случае ракеты станут куда менее чудодейственным средством, а удобство использования дома сильно не пострадает. Хотя я бы всё равно не советовал увлекаться круглыми или овальными базами. Уж слишком часто они подвержены рейду с крыши. И сделать с этим особо ничего нельзя. Что ж, сегодня даже не на 40 минут получилось. Впрочем, это не повод не оценивать видос. В очередной раз благодарю спонсоров и тех, кто смотрит мои видосы без блокировщика рекламы. Вы сильно упрощаете мне жизнь. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!